Добрый день, друзья! С вами снова я, Денис Хагов, магазин транспорта UCCL SHOP, Emagbuy и я, ведущий, Денис Хагов. И сегодня у нас на обзоре очередная новинка от компании бегоды, бегоды мастер, первое в мире 134,4 вольтовое колесо. Очень мощно, очень интересно, я уже успел на него покататься, так что давайте посмотрим и поговорим. Денис Хагов 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 Первая фотография, когда оно было в красном цвете, опять же, начали смеяться все, что похоже на S20, S22 теперь уже называющийся, этот King Song, что есть какое-то сходство, что оно тоже красное. Мы Беготу сразу рекомендовали, что Бегот все-таки это колесо сделал в черном цвете. И вот они прислушались к нашим замечаниям и сделали его в красивом черном цвете, то есть глянцевые такие батарейные отсеки, действительно классно выглядящие, и черные такие матовые подушки. То есть, на мой взгляд, оно выглядит действительно очень интересно, и оно сделано именно так, что здесь нет ничего ненужного в этом колесе. То есть, у него стоит большая двойная фара, имею ввиду, что двойная, то есть, если брать тот же, не знаю, Monster Pro, или брать Hero, или какое-то такое колесо, или тот же, не знаю, к примеру, RS, то там стоят две фары, а здесь четыре. Значит, ну, то есть, в два раза больше. Да, светит очень ярко, очень круто, и этот пучок, он стал больше, в силу того, что они сюда поставили больше линзы. И из-за этого, то есть, четыре LED-а светят действительно очень круто. Все колесо, то есть, обтянуто такими подушками мягкими. То есть, эта верхняя подушка сделана в форме сидения. На этом колесе можно сидеть, и вам не надо ничего тут доколхозить, потому что оно само по себе, это колесо само по себе так высокое, и поэтому сидеть здесь вот на этой части, на нем достаточно удобно. Здесь оно, ну, и эта штука изначально сразу мягкая, да. И плюс это еще так же служит вам, как бы, как и бампером. В том числе и эти боковые подушки, которые здесь за воду идут, да, с упорами спереди и сзади, с такими, как бы, небольшими упорами здесь, как бы, для прыжков, но на самом деле, конечно же, это, то есть, они такую функцию не выполняют, это просто такое дизайнерское решение. Но что они хорошо выполняют, это то, что это колесо и батарейные отсеки хорошо защищены от ударов, то есть, со всех вот сторон. И снизу здесь вот тоже, как видите, проклеено, защищено, все равно все мягко. И снизу, с боков здесь, так же вот туда она уходит, эта подушка защищена. То есть, спереди, сзади, то есть, везде, ну, фактически, со всех сторон она защищена. Единственное, что у него не защищено, это не защищена задняя часть, где стоит фара. Я уже видел, что некоторые там, кто эти колеса уже хорошенько поронял, то видели, что эта задняя фара, она отламывалась там от удара, да, и, возможно, вот эта вот железная тоже, железная такая вот, ну, подставка, она также, так же, скажем, при сильном ударе, она может скривиться на одну или на другую сторону. Это неизбежно. Но, говорю, тем не менее, говорю, это вот что, перезащищен, верх защищен, и бока эти защищены, это действительно, действительно очень хорошо. То есть, говорю, это колесо, оно действительно вот сделано ровно, в нем всего столько, сколько для современного колеса и надо. Вот. Конкретно по самим вот этим подушкам, да, и вообще, то есть, вот, и хотел бы отметить такой момент, что из коробки, когда я его достал, это, наверное, это колесо я подготавливал вообще к поездке дольше всего, да. объясню, потому что эти подушки идут в комплекте, то есть они не приклеены на это колесо. Почему их сразу не клеят, я не знаю. То ли им так неудобно их транспортировать, больше делать коробку, я не знаю, по какой причине, если честно. Точно, я не хотела оставить это как бы для самого пользователя, типа насладиться приклеиванием подушек. Но я этим не насладился, потому что я сидел полчаса, отдирал все эти наклейки, эти липучки, эти отдирал, эту защиту с изоленты. Потом надо было точно выставить, приклеить, и в конце концов, чтобы наклеить вот эти нижние подушки совсем идеально ровно, вам надо снять педали. Я очень сильно ленился снять педали, из-за этого пытался их так вот подсунуть, просунуть, то есть уже когда у вас снята эта изоляция, защитный слой с изоляцией с подушек, то есть засунуть уже липучую подушку туда через педали было достаточно сложно, как бы ровно попасть, чтобы она прям встала, вот в тяну по своему выгибу, встала и обогнула ровненько все эти батарейные отсеки. Поэтому это заняло времени, как бы я хотел бы все-таки, чтобы это колесо уже... То есть получаешь сразу его с завода, как есть, уже все готово, просто взял и поехал, ничего не паришься. Это один момент. Второй момент, вот эти вот, видите, глянцевые батарейные отсеки, они с завода, да, они все обмотаны были тоже защитной пленкой, чтобы этот глянец не поцарапался, не испортился и так далее. Но интересный момент тот, что этот глянец, ну, и эта защитная пленка на этих вот, на этих батарейных отсеках, то есть, представляешь, что это какая-то идет, то есть труба, да, я как понимаю, это пластик, да, пластиковая глянцевая труба, то есть она длинная, ее нарезают на колбасу, да, ну, чтобы сделать эти батарейные отсеки, так она сразу за этой защитной пленки. Идея в том, что на заводе, да, на заводе, то есть все болты, которые вот вкручены, чтобы поставить крышки для батареи сверху, снизу и так далее, все болты были вкручены, то есть напрямую, напрямую через эту защитную пленку. И когда вы начинаете ее отдирать, конечно же, вокруг болта прижата защитная пленка, то есть вы ее отдираете и куски этой пленки остаются по бокам. И второй важный момент то, что эта труба, она вся целиком обтянута, понимаете, она вся целиком обтянута этой защитной пленкой. Поэтому эта защитная пленка у меня осталась здесь вот, допустим, внутри, где эти батареи стоят. Ее просто там невозможно снять, и для того, чтобы ее снять, мне надо будет разбирать и снимать полностью батарейные отсеки, и сидеть там, выкручивать болты, отколупывать со всех сторон эту дурацкую, дурацкую вот эту вот обклейку, эту вот, ну, эту защитную пленку. Ну, почему я это отметил? Потому что я с этим ковырялся, реально ковырялся, заковырялся, и мне реально задолбало, как я вот с боков здесь сколько мог снял, а там все у меня внутри, как есть, так и осталось. Здесь еще даже вот видно, там внутри тоже видно куски этой пленки, они есть. И реально мне прям вот конкретно в лом и лень сейчас все разбирать, все отключать и просто сидеть, выколупывать эту пленку оттуда. Нюансы от Бигода. Вот, эргономически, говорю, постоять на колесе удобно, все хорошо, ноги стоят широко, педали регулируемые, у них угол наклона, стандартные Бигодовские педали в этом плане ничего не поменяли. Эргономика у него хорошая. Что не понравилось, это, конечно, подушки. Но Бигод никогда не может сделать сразу с первого раза нормальные подушки. И вот эти вот, как вы понимаете, вот эти вот упоры, да, они вот такой вот, да, длины, неправильного угла, слишком острый такой угол получается. То есть, и нога, когда вы нажимаете, она не полностью прилегает вот по этому, вот, а она прилегает обычно в самом верху, вот косточкой вы жмете, да, и эта подушка, ну, она как бы мягкая, но она не настолько мягкая, чтобы вам было прям суперкомфортно. Опять же, если у вас будут полные наколенники мотокроссовские, да, с защитой, то есть кости, да, тогда с этим у вас проблем не будет. Вы сможете нажать, и вы ничего не почувствуете. Но если у вас наколенники простые только на сами колени, да, то нажимать вы будете косточку, и вы реально задолбаетесь это делать. И это некомфортно, это не так эффективно. Я говорю, угол неправильный, между ними здесь близко большое расстояние. То есть, ну, все сделано максимально плохо. И эти такие, так называемые, для прыжков зацепы, они тоже, конечно, стоят слишком высоко, слишком маленькие, и никакой функции, даже близко, они зацепов для прыжков, они также не выполняют. Поэтому в этом плане для харда езды, конечно, надо будет подушки переделывать, и эту всю красоту надо будет или как-то частично отрезать, или вырезать, или интегрировать, или вообще делать целиком, полностью весь новый продукт, и делать это, то есть, ну, совершенно новые подушки, как есть. Выглядит красиво, функционально, говорю, покатался, но для тех условий, для которых это колесо сделано, здесь надо намного лучше, чтобы это все дело было. То есть, так это дело не пойдет, поэтому вы должны это понимать, что вы все равно захотите здесь нормально иметь подушки. Именно нормальные. И еще один важный момент, который я хотел бы отметить, надо понимать тоже, что это колесо, если будет эксплуатироваться постоянно в пыли и в грязи, то все равно грязь начнет в эти подушки туда, под них забиваться. Начнет забиваться грязь и вода, начнут эти подушки отклеиваться. Есть уже тоже, я также видел много видео, где люди едут, и эти подушки вот так вот, как уши болтаются. Это только, опять же, в силу того, что они приклеены. Их надо не только приклеивать, их надо ставить на какие-то, то есть, защелки, или прикручивать вообще, то есть, ставить и прикручивать их на болты, хотя бы центральные точки фиксировать, чтобы она, ну, не болталась и не отлетала. Потому что на одной наклейке они 100% долго не протянуты, вам придется их или переклеивать, или еще что-то думать, то есть, как эту проблему в дальнейшем решить. Дальше что? Фара рассказал, фара яркая, хорошая. Экран здесь стоит уже такой же, как и в Yeru, большой, наконец-то нормальные читабельные большие цифры. Единственное, только что экран слишком сильно затемнен, и иногда днем при хорошем свете, то есть, солнца не видно. Не видно его, и причем в Yeru он был не такой затемнен, и было видно лучше. Здесь он сильнее притемнен, и не видно. И то же самое хотел бы отметить и про заднюю фару. Так же самое. Дизайнерски задняя фара спрятана за сильно затемненным таким пластиковым стеклом, и она как бы ночью видно хорошо светит, но днем ее, опять же, если она еще забросает грязью, ничего совершенно не видно. Не знаю, зачем они так делают. То есть, дизайнерское решение красивое, притемненное, но тогда надо ставить в три раза ярче LED, или туда вообще не ставить, это говорю, ставить просто прозрачную, белую, и все. То есть, и туда будет четко, сзади все видно. Но, опять же, говорю, ну не бывает так, что все было супер, как говорится, круто. Колесо имеет кнопку отключения, причем кнопка отключения фиксируется, то есть, что вы нажали, и мотор отключился, и вы это колесо можете поставить или куда-то занести. Сама ручка, она имеет телескоп посередине, сбалансирована хорошо, подхвата колеса, кроме как за ручку, нету. Есть нюанс, да, если с горы полетите, то захватиться за это колесо вам будет не за что. Это уже, эти такие же проблемы мы наблюдали также и в S18, и в Hero. То есть, все эти колеса с подвеской, с таким дизайном, то, говорю, подхватить их не за что. Только есть эта ручка. Ручка-телескоп прочная, поменяли, да, не стиль, она стала намного прочнее, и это чувствуется, да. И хотелось бы отметить то, что этот телескоп, он один. Один, то есть, не так, как что сначала выдвигается одна часть, потом выдвигается вторая, и эта вся ручка у вас получается очень хлипкая. Нет, здесь одна телескопическая палка, которая прячется внутри этой вот подвесочной системы. И из-за этого получается так, что эта ручка высаскивается не так уж и высоко. При моем росте 1,85, 1,86, 1,85 водить можно, но хотелось бы буквально еще сантиметров 5, чтобы она могла больше выдвинуться. Терпимо, можно, но если долго водить, то мне приходится немножко на один бок наклоняться, чтобы вот, ну, чтобы этим колесом оперировать. Чуть-чуть мне не хватает, но у кого рост будет ниже, чем 1,85, я думаю, это будет годным решением. Кто выше, понимаете, да, что для меня это уже предел, и мне хотелось бы чуть-чуть эту ручку повыше. Но ручка прочная. По ручке у меня есть только одно нарисание, что когда я прыгал со ступенек один из разов, да, я сильнее скаканул, и уже когда я уже приземлился уже со последней ступеньки на землю, такой получился хлопок-удар, пробил подвеску, и у меня ручка отстегнулась в такое вот положение. Один раз это такое было, я не знаю, попробую еще погонять со ступенек, посмотрю, это будет повторяться или нет. Или я ее плохо застегнул, или она зафиксировалась плохо, но вроде была зафиксирована нормально, потому что она или фиксируется, то есть в таком положении, вот так вот, то есть вот, или она сразу же отстреливает, поэтому вот это странно, что она, я говорю, пробилась, и ручка у меня между ног такая прыгстей и подскочила. И причем она подскочила не чуть-чуть, а она подскочила вот сильно, вот так вот, до самого верха. Странное было, почему так произошло, но будем, будем над этим, как говорится, посмотреть. Вот. Особенно больше по дизайну сказать нечего. Много кто говорит, что это похоже что-то на S20, ничего вообще похожего нет, ребята, тут, говорю, вообще без вариантов, да. Фара сверху, тут 4 лампы сверху, экран здесь по-другому стоит, колесо в интоформе, то есть такое вот для сразу, для удобного посадки, то есть все сразу здесь целиком закрыто, подвеска вообще другая, ничего нет схожего с S20, то есть ничего похожего там нет, совершенно все делается, здесь сделано совершенно все по-другому, поэтому это надо поднимать. Эти версии мастеров, которые сейчас вышли, немножко сейчас поговорим о спецификации, конкретно они хайторговые, с хайторговым мотором, и 134.4 вольта здесь напряжение, это первое-единственное колесо в мире с таким вольтажом, и в комбинации с HT C38 мотором, который ставился в РС и в командоры, все эти, которые были и до этого МСП, HT, вот, получается так, что оно и очень круто валит, имеет офигенно большую мощность, и также оно и имеет очень хорошую и приличную скорость, и на этих колесах уже люди развивали скорость 90 км в час. Свободная раскрутка, я сейчас точно не помню, полностью 14-12 км в час, у него на 100% заряжены батареи. То есть, это действительно очень много, и это получается, вот, те 134 вольта решили для Бегоду проблем, да, проблему именно того, что все-таки иметь ХС или ХТ, потому что, говорю, ХТ больше, больше торга, больше мощности с низов, но маленькая скорость в районе 55-60 км в час. А ХС, наоборот, хорошо идет на большой скорости, но разгоняется, тормозит намного хуже, и мощности ему не хватает. То, говорю, с этим поколением 134 вольтовых колес, я надеюсь, что дальше Бегода их будет развивать, мы увидим РС 134 вольтовый, мы увидим Командер и прочие колеса, и это, говорю, будет, наконец-то, единственный мотор с единственным решением от Бегода, то есть, ну, потому что, ну, если этот едет 90 км в час, и он валит действительно очень круто и снизу, и вообще по-всякому, то, ну, куда уже больше ХС сделать? Что, 110 на нем ехать? Ну, не поедете вы 110, ну, ну, не знаю, может и поедете, но я так точно не поеду. Поэтому, говорю, это очень интересно. Еще про спецификацию, про коробку, да, хотел бы поговорить. В коробке стандартный такой насос высокого давления, и прикольно то, что есть инструкция, и в инструкции, как обычно, ничего про это не написано, сколько качать. То есть, просто вообще, просто качать столько хочешь, поэтому пришлось мне поиграться с давлением, пробовал 220 со своим весом 97 кг, 220 PCI надувал, пробиваю, да. Едет мягко, но пробивается. Еще сильнее яма, больше скорость, сразу же пробивается. А 230-240, во время сейчас остановился на оффроуде на 260 PCI. 260 нормально. Пробивается очень редко, но оно пробьется все равно, надо понимать, то есть, это же колесо, это моноколесо, то есть, у него здесь хода подвески, это как бы, ну, не как у кроссового мотоцикла. Да и кроссовые мотоциклы пробиваются тоже, если хорошенько его приложить. Поэтому, тут дело такое, надо понимать, но, тем не менее, в большинстве своем, в отличие от того же S18, в отличие от Hero, тем более, что от EX, этого неудачного первого поколения, то есть, то здесь ее обычно хватает. То есть, очень говорю, в редких случаях, когда вы там уже сигаете, там, не знаю, там, 40-50 сантиметров ступеньки, то есть, ну, и тогда уже, конечно, у вас, ну, оно гасит сколько-то, но все равно получается хлоп такой. Можно, наконец-то, здесь можно регулировать у него дампинг, насколько быстро она обратно отходит, и это хорошо, хоть какая-то регулировка есть, я поигрался, да, и заметил для себя несколько таких моментов, то есть, что идеально настроить, практически невозможно на все условия, то есть, если вы больше катаетесь по лесу, значит, вам надо его сильнее качать, говорю, где-то 260, надо, тогда надо отпускать этот дампинг, чтобы оно больше, как бы, имело хода и быстрее возвращалось, да, обратно. То есть, было такое более пружинистое колесо. Тогда, как бы, ну, чувствуется, что оно не успевает складываться, и вот этого вот давления хватает, чтобы все эти ямы, как говорится, поглотить, чтобы не вбиться. Если катаете с той же, с теми же настройками, если едете по дороге по-хорошей, то оно для вас слишком уже становится такое пружинистое, да и хочется немножко его подкрутить, чтобы оно так, но не амортизировало. Но, опять же, говорю, вас спасет только электронная подвеска в этом случае. Ну, пока электронные подвески не намечаются в моноколесах, да, такие, как, там, говорю, в BMW ставятся, там, GS эти мотоциклы и всякие, и там, и в Honda тоже ставят, то есть, с регулируемым, да, этим самым дампингом, то она, конечно, да, тогда она, выставляешь режим, там, soft, hard, там, и так далее, и оно регулируется, и от этого, как говорится, или у вас комфортная езда получается, или такая спортивная, поэтому, а здесь придется, да, здесь придется ручками, поэтому, ну, я так сейчас настроил приблизительно, чтобы и там, и там было нормально, 50-50, но все равно, говорю, мне иногда хочется там помягче, а там пожестче, поэтому здесь ничего не поделаешь, придется подкручивать, ну, там все просто, я уже знаю, мне надо три клика или в одну сторону, или три клика в другую сторону, я просто так, тык-тык-тык, тык-тык-тык, если мне надо, быстро остановился, перекрутил и погнал, погнал дальше, проблем никаких не вижу что хотел бы отметить да то что из коробки то есть когда она вообще и анонсированная спецификация бегода до было написано что колесо весит 36 килограмм потому что они очень хотели быть похожими на кого на с 20 до с 22 теперь уже поэтому до с 20 был там 35 килограмм с копейками они тут написали вот мастер бегода написано прямо в инструкции 36 килограмм и его досталось коробки блин такой тяжелый но вот у меня командир до стоит он 36 килограмм да но это такой достал блин такой тяжеленькая думаю как-то странные 36 килограмм я его взвесил а на самом деле не 36 килограмма 37 и 8 то есть почти 38 килограмм там 37 85 там что точно быть вот такая вот прям вот ну вот из коробки все оригинально ничего не менял все наклеил как надо все в оригинале в оригинальной сборке 37 85 килограмм на 2 килограмма фактически больше от заявленной этой своей поэтому это стало понятно почему это колесо мне сразу так по ощущению показалось но более более тяжелым как бы но чем чем они на самом деле заявили так что вот этот момент также имейте ввиду так как у нас теперь но 134 4 вольт и у нас появился новый такой charger charger классные мне нравится очень хорошо качественно сделан черненький лампочки теперь не сбоку на которые надо постоянно загибать голову чтоб пялиться лампочки наконец-то додумались сделать сверху и очень хорошо видно то с мимо проходишь а ясно еще красный еще красный бабац зеленое все колесо заряжено нравится то что он сбитый и он небольшого размера но 3 ампера стандартно 3 ампера 134 4 вольта но размер его маленькие два чарджера возиться в рюкзаке будет намного удобнее чем возить эти предыдущего поколения чарджеры до чтобы вы понимали в дальнейшем будут ли кто-то делать более мощные charger будем посмотреть но пока придется довольствоваться или одним таким 3 амперным или докупать еще один 3 амперный charger и здесь у него есть есть порт два порта два порта зарядки зарезиновый здесь этой спрятаны под ручкой принципе сделано неплохо качественно единственное только что у меня есть к ним к нему нарекания то что это резиновая заглушка когда ты вытаскиваешь у нее маленький стебелек на котором она как бы держится не который не дает ей совсем вылететь и потеряться а место тут под ручкой места нету да куда ее отвернуть и положить она именно находится в таком как бы ну в такой ванночке вырезана ровно по размеру ты открываешь пока пошел но там не economic взять провода пустил и она бац обратно то есть все время бац обратно то если невозможно как-то убрать то есть надо илить длиннее стебелек делать или ну я не знаю или это вообще ее вырвать просто туда поставляешь закрывать как крышку и все но она есть возможность то что она потеряется то есть мне хотелось бы наверное что все таки как-то можно было ее отвернуть и она вам конкретно не мешало то А так, говорю, ее ручь под ручкой, тут ее сунешь, тут держишь, отламываешь, стебелек так напрягается, кажется, сейчас еще раз 20 его так подергаешь, и он, грубо говоря, совсем уже оторвется. Небольшой нюансик, но, опять же, да, я это заметил. Теперь, да, давайте тогда поговорим еще конкретно о тех минусах, которые самые главные, наверное, ну, мелкие недочеты я вам рассказал, но вот самые главные минусы, о которых я хотел бы поговорить. Здесь обязательно об этом скажу бегодой, да, потому что это единственная такая самая главная вещь, которая мне в этом колесе не понравилась. А не понравилось мне именно это, я специально сейчас это колесо для вас спустил подвеску, да, чтобы вам было нагляднее и понятно, да, о чем я, о чем я хочу с вами поговорить. Смотрите, ребята, да, сейчас подвеска полностью расслаблена, да, так как это колесо, когда оно приходит из коробки, вот смотрите. Сейчас я попытаюсь ее подергать. Вот, видите, вся вот эта часть, вся вот эта система, да, она имеет вот такой вот люфт, и этот люфт реально где-то полсантиметра хороших, да, хороших полсантиметра. Все вот это вот, вся система имеет такой вот люфт, влево, вправо, вот здесь вверху даже почти сантиметр, вот как она гуляет, видите. И теперь самый главный момент, что эта вся система гуляет вместе и с этой системой, то есть люфтит и вот эта система. Вот, если я здесь хожу, не знаю, как вам, конечно, на камере будет видно, но, вот, видите, ну, я вам покажу сейчас, ну, видео, вот смотрите, здесь, да, досниму, покажу. Вот оно люфтит, люфтит все и здесь. И что у нас получается, да, получается у нас так, что оно не люфтит, когда оно прыгает по ямам, вот так, да, то есть ты гонишь по прямой, да, по прямой вот такого люфта у подвески нет, он у нее есть только вот такой вот на изгиб люфт. По прямой несешься, подвеска накачана, зажата и как бы, то есть, как бы все нормально. Иногда бывает что-то слышно, там что-то где-то класкает, но обычно ничего не слышно и все едет очень мягко, очень красиво, ничего не застревает, все супер классно, да. Но проблема в том, что когда вы заходите в поворот резко, да, то есть вот вы идете, вам надо резко повернуть, вы что делаете? То есть вы его наклоняете и чуть его вбок, да, и в этот момент у вас корпус получается так раз, корпус, а колесо как бы оно так, то есть, понимаете, вот у вас ваш корпус ногами, да, и колесо, то есть оно вот так вот, понимаете? То есть если ты начинаешь на нем вот так вот змейку делать, то, ну, прям так чувствуется, что вот прям вот колесо, вот оно само по себе вот так едет, переваливается, ну, то есть туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. и еще когда ты несешь на скорость там грубо говоря 40-50 километров в час да и если ты заходишь в поворот а в повороте начинаются такие но не рыхлости да и это колесо начинает этом повороте вот так вот болтыхаться между ног но честно мне это неприятно то есть прям будем говорить с бегодом надо это исправлять то есть можно ли ты справиться вам не знаю это колеса еще не разбирал просто то есть в силу всего но в силу того что только что вернулся у меня просто ничего не было времени обзор надо было снимать и еще много других дел так что ребята не разбирал не знаю можно ли это исправить самому возможно можно справиться самому какие-то там надо разобраться в этой системе что там в ней не так но говорю проблема то существует она мне не понравилось потому что гури пилот я заходил в поворот еще на этой дебильной покрышки то есть которая ну вот она этот угол преодолевает 90 градусов потом сразу валится то есть или туда или туда еще вот ну поймал эти ямки говорю так вообще даже не понял что произошло как буду знать знать такая даже в мозгу произошла такая чуть дезориентация знаете как будто пьяный такой, то есть ну так как-то так раз так и мозг не понял что это было, так как-то ноги так сыграли и мозг явно так прям ну я такой не понял что это было, потом стал разбираться и вот и понял да в чем здесь дело, то есть это насправить. И второй нюанс, то что мне не понравилось в этом колесе, это также об этом напишу Бигода, обязательно это надо тоже решать, то что ребята это колесо конечно сделано для оффроуда, гонять на нем по оффроуду это супер клево, супер круто, подвеска работает шикарно, мощи это самое мощное колесо, опять планка поднимается, это самое мощное колесо теперь уже после командора, то есть ну не после, а командор уже спускается на ступень ниже и это мощнее командора, намного мощнее, это ощутимо, это мощь его, то есть вообще бесспорная. На разгон, на торможение, отдача энергии, там на всех скоростях просто даешь газу и скорость растет, что-то, что-то невероятное, гонять на нем по лесу очень круто и понимаете вот эти педали, да они стоят так высоко и это по лесу хорошо, ты ни за что не зацепишь, ни за корни, ни за кочки, когда едешь по вытоптанной такой тропинке сбоку трава, не зацепишь, в этом плане все круто, я согласен, для оффроуда идеально, просто идеально, но из-за того, что так высоко педали, ты стоишь так высоко над землей, ты стоишь выше, чем на V11 над землей с этим колесом и из-за этого, конечно же, опять же, надо понимать, что даже участка колесо, оно еще не поднятое, то есть оно спущенное, что вот эта часть стойки, она идет там, не знаю, буквально там на 2-3 сантиметра ниже до оси мотора, то есть настолько высоко, понимаете, настолько высоко это все дело, что ты стоишь на центре мотора и то есть на больших скоростях вот эта вот нестабильность, когда ты стоишь не ниже центра мотора, когда вот эта стабильность появляется, а так вот высоко и когда это колесо прям вот так и хочет переломаться, то есть если в это колесо резко вот так вот загнете в бок, да, как-то свернете и не успеете конкретно к нему адаптироваться к этому повороту или к этой кочке, да, то оно вас обязательно вас сорвет вот так просто, и это, кстати, я один раз это видел на презентации в Америке этого и Уиллс, там, когда Кингсонг из 20 какой-то пацанчик там в шапке тестировал, да, он там тоже начал там что-то изображать змейку, да, он там раз-два-три и потом вот он не успел переложить чуть-чуть вес, а тоже педали высокие, я понимаю, что в Кингсонге тоже эта проблема есть, но в Кингсонге хотя бы заявлено то, что эти педали можно опустить и эту проблему можно решить, так, если ты хочешь на стабильность это колесо сделать, то здесь это нерешаемо пока на данном этапе, это нерешаемо, и это проблема, потому что, говорю, я на этом колесе разгонялся максимум 60 км в час, больше реально мне страшно, потому что, говорю, что начинаются неровности, эта подвеска немножко пошатывается, да, вот это как я объясняю, да, а как только начинает она пошатываться, это даже не вобл, понимаете, это даже не вобл, то есть у меня просто тело, ну, то есть оно, говорю, оно, то есть мне надо компенсировать и быть настроенным, там, не знаю, там, ну, к примеру, с Монстром Про, там, не знаю, там, в половину больше, то есть мне надо старания и усилий приложить, чтобы это колесо стабильно удержать на дороге, то есть, ну, это действительно очень большой напряг, поэтому, если Бегот не решит, да, эту проблему именно с этими стойками, чтобы их можно было опустить нормально, и причем надо их опустить было бы, ну, понимаете, конкретно нормально, чтобы обратно появилась эта стабильность для больших скоростей, то, если эта проблема не решится, то, блин, тут на этом колесе вообще по городу максимум 40 только можно ездить, ну, ребят, это серьезно, это, говорю, большая проблема, я это заметил, обязательно буду писать, пускай думают, как пилят их пополам, вставляют какие-то эти самые, или, может, кто-то, там, из-за этих ребят, Вова, там, если ты смотришь, то, наверное, будет первое колесо, если Бегот не согласится, для которого тебе надо будет делать не повышенные стойки, а пониженные стойки, это будет первая такая работа, поэтому, это тут все, наверное, из минусов, да, что я хотел бы отметить, все остальное, надо, конечно, это колесо дальше эксплуатировать, больше эксплуатировать, кататься и смотреть, как говорится, но, что из этого всего получится, что у него будет именно по, так называемой, это durability этого колеса, да, по живучести и так далее, по надежности, по живучести. Пропеллеров я не слышал, сколько по горам не гонял, что-то гудело, шумело, ничего не слышал, не перегревалось оно, за температурой следил, температура, там, вообще, ему плевать, это действительно интересно, если командор у меня подо мной греется, это мы вообще ровно колесу, то есть, вот, опять же, здесь радиатор этот хорошо вынесен, да, под колес на арку, здесь воздухом видно, обдувается, и вообще, ему проблем никаких нет, ничего, оно не греется, вообще, классно, в этом плане, да. Так вот, да, теперь говорю, теперь о конкретных, вот, плюсах и моих впечатлениях. Еще раз, да, коротко повторюсь, это то, что говорю, что это колесо валит, конечно, но это надо просто почувствовать, да, вот это надо почувствовать, да, эти 134 вольта, вот, когда мы раньше переходили, да, с 84 вольт на 100 вольт, да, то есть, все это знают, да, то есть, все знают, как едет 84 вольтовое колесо и как 100 вольтовое колесо, все перешли, тут вопросов никаких нет, да, так вот, ребята, теперь поверьте, да, вот, 100 вольт, это теперь уже 84 вольта когда-то, то есть, и 134 вольта, это вообще, это, ну, это совсем по-другому все, то есть, ну, мощи, говорю, то есть, ты прям едешь 40, просто так хоба вперед, там, раз уже 60 просто, ну, то есть, так легко, на торможение, на разгон, там, вообще, ну, просто ему, все ни по чем этому колесу, и в этой комбинации такого варианта подвески, то есть, именно, как они его сделали, как обыграли, да, что оно мягкое, действительно мягкое, ты едешь, и оно прям вот так, над дорогой, прям, ну, класс, класс, говорю, ну, в 11 прям точно нет, все, в 11 прям уже все, да, прошлый век, с 18, даже последних ревизий, да, я катался, даже доработанный, там, со всеми втулками, нифига, этот круче, ну, мне прям круче, то есть, мягче, хода больше, то есть, ну, классно, отрегулировал, говорю, прям все, вот, прям класс, прям, вот, я вот говорю, в видео, по лесу, прям, вот так и хочется съехать с асфальта, и просто, вот, гнать, там, по бордюрам, с бордюром, со ступенек, так, сяк, через кочки, через палки, куда-то заскакивать, что-то делать, какие-то ямки, прям, даже, вот, едешь и ищешь специально, куда бы еще, вот, ну, на нем подпрыгнуть, где бы еще на нем подпрыгнуть, действительно, это так, классно, новое ощущение, говорю, новые впечатления, по пробегу, да, весь пробег еще не протестировал, протестирую, ну, в комменте, наверное, уже напишу, или в описании, или в комменте, дайте мне какую недельку, проехал я на нем 40 километров, сейчас, в общей сложности, уже сегодняшним днем, перед ревью, 40 километров сожрал, и у меня 40 процентов, то есть, ну, вот, и я не знаю, если по такой логике, тогда, наверное, 100 километров ему капут, но, так как мы все знаем, что батарейки, чем ниже садятся, тем быстрее разряжаются, то есть, ну, имею ввиду, чем меньше процентов остается, тем потом километр же, уже непропорционально, ну, думаю, километров 80-90 на нем накатаю, да, все-таки, проверю, точно напишу, но, предположительно, так говорю, пока у меня с моим весом, с моей динамикой езды, да, 1% 1 километр, пока что-то, что-то такое получается, что еще рассказать, ребята, что еще рассказать про это моноколесо, наверное, больше ничего, хотел бы, заказал покрышку, покрышку буду менять, не могу на такой ездить, ну, говорю, прям, вообще, кайф от езды портится, по лесу, по песку, да, классно, но не только по лесу хочется, хочется и по дороге покататься, да, и вот, говорю, да, и стойки Бигоду, будем писать ему за стойки. Последнее, да, то, что Бигоду в этом, кстати, тоже я в этом момент хотел бы очень отметить, да, несколько камней бы кинул в камень, именно в огород других производителей, в плане, то есть, батареек, да, Бигод к этому колесу наклепал сюда кучу вариантов, да, то есть, стандартный Е50 от Бигода, их сборки, Е50 от Литех сборки батарейки, Т40 батарейки, Бигода сборки, потом эти Молицели П42 от Литеха они предлагают, и, по-моему, еще там Т40, если не ошибаюсь, еще и Литеха они предлагают, или что-то такое там, ну, то есть, там, 6 или 5 вариаций этих колес, этими батареями. И в вариантах получается Е50, это, получается, батарейки 2400 Вт-часов, Т40 1900 Вт-часов и Молитехи, получается, П42 2000 Вт-часов ровно. Вот, и каждый может выбрать, да, конечно, в каком стиле он бы кататься, если более спокойно, то Е50 и катайте себе, если все время сжечь по лесам, то Бигод предлагает сразу не мучиться и покупать Т40, быстрой только отдачи, быстрого разряда, и, как Бигод сам говорит, что эти колеса еще более мощные в этом плане, чем Е50. У нас здесь экземпляр Е50, потому что их начали производить самыми первыми. Заказали мы еще и Т40, Е50 еще Литех заказали, несколько колес заказали с Молитехами, но они уже все предоплачены. Возможно, закажем еще, но проблема в том, что все вот эти более шустрые модели, то есть, то, что они реально сейчас клепают, они сейчас клепали, сделали несколько вариантов, Т40 разослали, по-моему, сделали несколько вариантов, дилерам кому-то разослали эти Молитехи, и они небольшую партию выпустили уже, то есть, ну, такая партия, они выпустили именно в своих элементах Е50. А все эти Литехи ждать надо будет еще, как минимум, месяц, и, может быть, даже и дольше, пока они сказали, что в производстве эти колеса еще пока они не доступны. Поэтому, опять же, да, вроде бы колесо вот оно есть у меня на столе, да, но я знаю, что очень много людей хотят купить, очень много приордеров уже заказали, мы уже там несколько партий распродали, еще дозаказывали, то есть, действительно, на это колесо большой ажиотаж, и это стоящий, да, продукт, действительно стоящий продукт. Но всех, кто хотят более крутые цели, всем придется еще ждать хорошенько, то есть, и это, опять же, огорчает, то есть, как бы, с одной стороны, говорю, колесо на столе, и все хотят, а с другой стороны, ну, производство еще пока не налажено. Как они налаживают до сих пор уже, уже 9 мая, ребята, и до сих пор не налажено производство Kingsong, да, до сих пор я не вижу пока отгрузок, они обещают нам тоже в мае отгрузить. Какие-то фотки они там высылают, но, чтобы до меня дошла информация, что конкретно уже товар едет, кому-то отгружен, такой информации пока, ребята, к сожалению, нету, так что ждем. InMotion V13 также ждем, пока тишина, не знаю почему, что-то они так затихли, вроде уже обещали, обещали, резко притихли. HT V12 я вам обещал снять еще в Испании, но я уже вернулся в Литву. Как обычно, да, она обещала, и колесо застряло на таможне на месяц. Я не знаю, что там происходит, какие нюансы, ну, прям не повезло, так не повезло. И поэтому я сейчас это колесо ожидаю уже здесь, в Литве, буквально, ну, через неделю, максимум через полторы, потому что оно сейчас уже, уже дошло до Испании, где меня нету, его сейчас будут пересылать мне сюда, в Литву, в Испанию, обратно. В общем, вот такая смешная история, и хотели очень супер быстро, а получили офигенно, супер медленно, и уже мы имеем мастера, я уже даже снял обзор, с вами поговорил. Все, ребята, всем спасибо за обзор, следите за нашим каналом, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, и также заходите на наши магазины YamagBuy в Беларуси и UCSale Европа. Пока-пока!